Вход в квартиру мы защищаем дверью с замком, а вход в свой аккаунт паролем. Как и замок на двери, пароль должен быть надежным. Что это значит? Во-первых, пароль должен быть длинным, не менее 8-10 символов. Во-вторых, сложным, то есть содержать разные типы символов, цифры, большие и маленькие буквы, специальные знаки вроде звездочки, решетки, знаков вопроса или восклицания. И в-третьих, пароль должен быть небанальным. Не надо использовать в нем свое имя, адрес, дату рождения, будьте уверены, злоумышленники знают этот прием. Обычные слова или удобное сочетание клавиш в ряд на клавиатуре или крестом тоже не подойдут, они давно есть в словарях программ взломщиков. Врезайте в разные двери разные замки. Электронная почта, интернет-магазин, социальная сеть, пароли от всех этих сервисов должны быть разными. Конечно, запомнить сразу много паролей трудно, особенно если все они, правда, надежны. Но записывать их на листочках или в телефоне тоже не нужно. Лучше придумать себе правила и чуть-чуть менять по нему пароли для разных сервисов. На крайний случай пригодится менеджер паролей, который будет помнить их вместо вас. А вам останется запомнить только один пароль от менеджера. Но помните, что если уж мошенники до него доберутся, то получат в свои руки все. Важно не только то, какой пароль вы используете, но и где вы его вводите. Про опасность открытых Wi-Fi вы уже слышали. Но стоит повторить еще раз. Не вводите личные данные в сети, которая открыта для всех желающих. Потому что в числе этих желающих могут оказаться и мошенники. Будьте аккуратны также и с чужими устройствами, даже если доверяете их владельцу. Друг, в гостях у которого вы решили проверить почту, ваш пароль не украдет. Зато это может сделать вирус, который тайком пробрался к нему на компьютер. Если вы все же воспользовались чужим компьютером, не поленитесь почистить за собой историю и сохраненные пароли в настройках браузера. Кроме того, проверяйте, защищает ли сайт вашу информацию. Если адрес начинается с HTPPS и в адресной строке стоит значок замка, значит сайту можно доверять. Он передает все ваши данные в зашифрованном виде. В адресах фишинговых сайтах вы такого не увидите, потому что заниматься шифрованием ваших данных мошенникам вовсе незачем. От неприятностей, увы, никто не застрахован. Даже самый внимательный человек случайно может стать жертвой мошенников. О том, что делать, если вы таки стали жертвой, будет следующий рассказ.